Привет, дорогие друзья, именно дорогие друзья, я так буду к вам обращаться, если бы не вы, нам бы вообще был гобздец, насколько вы знаете, и не устану повторять, две недели мы выключены из трендов, даже если видео набирает полмиллиона за два часа, как было вот недавно, да, нормально вообще у меня видео 900 тысяч за 24 часа, они никогда не выйдут в тренды. Я убежден, это мое убеждение, что в этом замешан украинский офис Google, в который напрямую сотрудничает с администрацией президента, это не мои придумки, это не мои подозрения, они не скрывают своего сотрудничества, к примеру, они подписывают некий меморандум с женой Петра Порошенко и так далее, и так далее, и тут внезапно у директора киевского офиса Google появляется какой-то заводик, непонятно кто у него, соучредитель. Ну и так далее, в общем. Мы не будем в этом копаться, я просто сделал уже официальные запросы к своей партнерку и в Google, в центральный офис, потому что, ну, это конфликт интересов. Я оппозиционный блогер, я критикую администрацию президента в том числе, а офис, который имеет возможность влиять на мои видео, принимает эту администрацию президента. Это вообще нормально? Я не знаю, это нормально вообще? Google должен быть вне политики. Алло, алло, ку-ку. Там какие-то делегации приходят из администрации президента, они сами отправляются в университеты при президенте, да, повышение квалификации для чиновников и так далее. Какие-то подписывают постановые меморандумы, какие-то деньги им платятся из бюджета. Вы что, там, с ума сошли, что ли? В общем, да, в общем, я вам говорю, что лучше подписываться, потому что иногда мои видео уже не только из всех метрик убрали, но не приходят. И оповещения, кстати, не приходят. В общем, то такое. Ладно, хватит ныть. Теперь я должен сказать касательно заявления оппозиционного блока. Мне много пишут, типа, а что ты прокомментируешь? А почему я не могу это прокомментировать? Типа, мне что-то может помешать это прокомментировать? Оппозиционный блок и партия мира и развития сделали заявление. Заявление партии оппозиционный блок, партия мира и развития. Первый тур президентских выборов показал, что в украинском обществе по-прежнему востребованы откровенный популизм, революционные эмоции. Результатом стало то, что во второй тур вышли не сторонники мира и восстановления экономики, а представители партии войны и откровенный популист. Ну и, собственно, что дальше? Ну, вышли и вышли. Это уже совершившийся факт. И надо что-то с этим теперь делать. А вот что они предлагают с этим делать. В сложившейся ситуации мы не имеем права призывать поддерживать действующего президента Петра Порошенко, поскольку бла-бла-бла, бла-бла, считаем его руководством, церковной деградацией системы и все такое прочее. Насилие, разгул политического бандитизма. В то же время мы не можем поддерживать кандидатуру Владимира Зеленского, заявление которого расходится с нашими принципиальными позициями. Отсутствие четкой программы, управленческого опыта, политического эклектики, популизм Зеленского не дают нам права призывать наших избирателей голосовать и выбирать кота в мешке. Так а что же предлагается тогда? А предлагается следующая схема, не ходить. Не поддерживать ни того, ни того, то бишь перевожу на русский язык. Не ходить на выборы. Итак, наиболее честная позиция призвать наших избирателей отказаться от поддержки любого из кандидатов. Мы и далее считаем необходимым защищать свои позиции, изложенные в программе партии и программе нашего кандидата. Мы последовательно в нашей оппозиционности, в отличии от и так далее. И тому подобное, как говорится. Я уже заявлял о том, что единственный шанс Порошенко, единственный мизерный шанс Порошенко на этих выборах во втором туре, это маленькая явка. Ему надо везде открыть какие-то, я не знаю, там, публичные дома бесплатные. Я не знаю, как он будет. Футболы везде какие-то, чемпионаты, Челси пригласить, там, я не знаю, Барселоне проплатить, еще там что-то. Ему надо по-любому отвлечь избирателей, чтобы они не пришли. Единственный его шанс, это маленькая явка. Оппозиционный блок при этом призывает не ходить на выборы, то бишь поддержать действующего президента. Второй срок, нет, спасибо, ребята. Спасибо, не надо. Второй срок, нет, не надо, спасибо. Я призываю идти на эти выборы. И буду призывать, сходи на выборы. От тебя зависит очень многое. Сделайте больше явку на выборы, чем она была сейчас. Иди на выборы. По-любому иди на выборы. Не слушай это. Потому что вот это, это, ну я не знаю, диверсия какая-то. Надо идти на выборы. Это не слушай. Я прокомментировал, все. И я буду призывать идти на выборы, поверь. Теперь я хочу поговорить о парахаботах. Им же надо будет куда-то бежать. Уже скоро надо будет бежать. Я смотрю, там ноги уже перекрашиваются. Антон Герасченко вдруг заявил, Зеленский, наши все. Не Антоха, мы помним твой миротворец. Куда, кстати, и Коломойского уже внесли. Всех подряд туда уже повносили. Мы помним твой миротворец. Куда ты вносил всех, кто критиковал Порошенко. Мы отлично это помним. И мы не дадим этого забыть. Я смотрю, Борислав Бляхер появился. Там уже такой, да, Зеленский такой, все. Иди лесом. Борислав Бляхер. Мы помним, что вы делали с теми, кто критиковал Порошенко. Отлично помним. Поэтому тише-тише. Но есть же парахаботы вот такие вот на прямом работают. А смотрите внезапно. Евгений Киселев. Некоторые люди реагируют значительно более спокойно и рассудительно, потому что справедливо замечают, в конце концов, в Украине не президентская, а парламентско-президентская республика. Вот и все. Зеленский станет президентом даже без особых там знаний. Но это не катастрофа ведь? Успокойтесь. Это не катастрофа. Тут ли это Киселев? Он ли это? Это же с прямого канала который? Да. Ну, я думаю, что просто элементарная математика свидетельствует о том, что у господина Зеленского шансы выше. Вот так вот. Элементарная математика. Скорее всего Порошенко не пройдет. Ну, это не я сказал. Это элементарная математика сказала. Ты ли это? Не узнаю в гриме. Должно произойти какое-то тектоническое изменение политической ситуации в Украине, чтобы они передумали и пошли голосовать все дружно за Порошенко. И эти люди, которые голосовали за Тимошенко и прочих, и прочих, и прочих, пойдут голосовать за Зеленского, Евгений Киселев. Как это знаешь, здесь ты один, а там ты уже другой. Знаешь, такой раз, повернулся и думаешь, а вдруг потом спросят, ты же тоже Порохобот из Помойки Прямого? А он скажет, нет. Я наэховал, он рассказывал. Да посмотри, Владимир, смотри, что я рассказывал. Тем более, что мы знаем, к сожалению, для президента у него очень высокий отрицательный рейтинг. Слушай, а что ты это не рассказывал украинцам, а рассказываешь вот русским, ну, россиянам. Почему ты об этом рассказываешь им, а не рассказывал нам? Ведь было бы интересно послушать, а? Евгений, что ж ты баки забивал несколько лет пропагандой своей, а? Может, вернешься уже на историческую родину, а? Наверное, были допущены тяжелые ошибки. Ждали более решительные, последовательные борьбы с коррупцией. Так какие ошибки могут быть у Порошенко? Ну, у Гонопольского спроси, нет у Порошенко ошибок. Сам ты ошибка. Как ты все-таки предал? Предал своего шефа. А не расскажешь, какая зарплата была? Ну, не белая, а черная, которая в конверте. Не расскажешь, да? Я работал с ним некоторое время, когда был ведущим программой «Большая политика» на телеканале. Это было уже достаточно давно. Ой, Владимир! Мы же даже лично знакомы. Владимир, помните меня? Я Евгений Киселев. Привет, Владимир. Мне приходилось с ним пересекаться. Он, безусловно, рациональный человек. У него есть менеджерский опыт. О, ну, когда ты привык петь дифирамбу одному телу, ты всегда можешь петь дифирамбы другому телу. В принципе, они работу найдут, я думаю. Но я полагаю, что новая власть будет чуть-чуть умнее предыдущей и будет знать, чего стоят вот эти вот дифирамбы. Асанну он поет уже новому шефу. Он человек, который умеет принимать решения. Он, безусловно, лидер своей команды. Да я думал, он марионетка Коломойского. Нет? Уже нет. Он не покупал эфирного времени. Он не ходил там по разным каналам. И потому что, знаете, почему он не покупал, не ходил и так далее? Потому что у него денег-то и нет. У него особо-то денег-то и нет. Он рассказывает, что, говорит, даже последний сезон «Слуги народа» сняли коротко, потому что видно было, на коленке снималось, и потому что своими деньгами. Ой, слушайте, ну, честно говоря, вот послушаешь Евгения, забываешь, что он работает напрямую, но так слушаешь, думаешь, ну, самый предпочтительный кандидат – это Зеленский. А потом вспоминаешь, кто это? Состоял всего из трех серий, потому что, как я понял, больше денег не было. Не было у команды Зеленского денег, чтобы снять… И Коломойский не мог дать. Видите как? А Порошенко другое говорит, другое. Ну, что тут Порошенко? Вот я к вам прокрался на «Эхо Москвы» и расскажу правду. А потом вернусь, и украинцам начну баки заливать, про великого кормчего, да? Гонопольский тоже скоро поплывет? Все поплывут. Все. Крысы, потому что начинают прыгать. Я уже сегодня слышал от Семена Кабакаева. Уже такие сильные оскорбления идут в адрес Зеленского. Что, начнет сигать сейчас в воду? И плыть. Маленькие серые крысы. Искать другой корабль. Я надеюсь, что с другого корабля вас выкинут нафиг. Вас надо выкинуть вообще из профессии. А лучше всего вот этих вот экс-россиян, переехавших и превратившихся в самых злых пропагандистов, отправить все-таки домой. Езжайте домой. Тебо чекают дома. На Тебо чекают дома. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Не забывайте, нас нет уже в трендах, нас нет нигде. Но скоро нас будет 2 миллиона. Потом 3, потом 8. Пока.